Снова всех приветствую и предлагаю краткие итоги первого полуфинального матча Лиги Чемпионов, в котором Бавария принимала Мадридский Реал. Начало игры прошло с ощутимым преимуществом хозяев поля. Бавария владела мячом и создавала, скажем так, полуопасные моменты у ворот Лунина. Реал же просто безэмоционально спал на поле, что нервировало Карло Анчелотти. Неожиданный поворот в матче произошел на 24-й минуте, когда после ювелирного пасса Тони Кросса Венисиус, выйдя один на один с Мануэлем Нойером, отправил мяч в ворота немецкого Гранда. После этого эпизода напор Баварии сразу угас, и игра как бы сама собой постепенно выровнялась. Получается по всему, что Реал на самом деле контролировал ход события и просто ждал возможности нанести разящий удар. Что ему удалось, и итог первой половины оказался 1-0 в пользу испанской команды. С начала вторых 45 минут Бавария придавила Мадрид еще в большей степени, чем на старте первого тайма. И на этот раз эти действия принесли реальный результат сразу в два гола. Уже на 53-й минуте Лерой Санет дальним ударом сравнял счет. А затем Харрикейн с пенальти через 4 минуты вывел немецкий клуб вперед 2-1. Но Реал Анчелотти сверхуверенный в себе коллектив, который, сделав определенные замены, вновь стал создавать проблемы у ворот Нойера. И вскоре действия мадридцев с появлением на газоне Маэстро Модрича в атаке привели к назначению пенальти уже в ворота Баварии, который четко исполнил Венесиос, оформив дубль на 83-й. Итог игры 2-2 и все решится в Испании. Сам же футбол, на мой взгляд, получился очень высокой пробы. Возможно, лучшим на поле в этот вечер был Тони Кросс, проведший действительно великолепный матч. Продолжение следует...